приветствуем вас на канале мясорубка свежие новости подъехали начинаем крутить фарш похоже что слова о том что санкции запада россии лишь на пользу это никакие не слова после 2014 года россия выпала из десятки крупнейших экономик мира а вот сейчас снова вернулась спасибо байдену за это причем все это согласно данным всемирного банка причем россия не просто вернулась а заняла там сразу 8 позицию и причина всего этого конечно же вполне понятно еще недавно ходил такой анекдот про одну страну что она больше всех хотела жить как в европе и господь именно так все и устроил правда страна лучше жить не стала а вот европа начала жить хуже и получается что желание выполнилось если отбросить юмор то понятно что дело не только не столько в том что лучше стала жить россия а в том что значительно хуже стали жить западные страны и хуже всего пришлось в старом свете так сказать европе и британии про британию уже давно говорили что все эти беспочвенные скрипали и прочие провокации это делается целью отвлечь внимание людей от ухудшающейся ситуации внутри страны а там давно уже все было плохо тяжело дался brexit а евросоюз который скажем откровенно мстил за выход многого добился на данном поприще он сумел причинить вред британии цель была достигнута дать им такого отделения от ес чтобы всех остальных держать в страхе чтобы никто больше не посмел выходить это не успешно реализовали после brexit а еще историю британия устроила себе сама чуть ли не хуже всех прошла к вид впрочем тут у них с европы особого разрыва не было а потом по европе очень больно ударили санкции оба британии прилетела рикошетом энергокризис повлиял на всех цены на нефть газ уголь электричество крайне выросли что добило британию окончательно ей и так уже немного надо было для полного краха так что возвращение россии в десятку крупнейших экономик мира было вызвано тем что мудрая политика байдена выбила из этой десятки страны старого света и за это конечно огромное ему спасибо впрочем неадекватность поведения сша заметно уже многим теперь они ополчились на панд это не опечатка речь действительно идет о черно-белых пушистых мишках которые любят хрустить бамбуком америка со своими претензиями китаю пошла по традиционному пути демонизация всего что связано с той страной с которой у запада возникли проблемы если в нашем случае это были чайковский чехов толстой достоевский то в случае с китаем досталось даже пандам их тоже признали виновными токсичными агрессивными и даже непонятно теперь что будет делать фонд защиты дикой природы у которого это панда вообще на логотипе забавно что все это сочетается у той же америке с рассуждениями про климат про защиту экологии о том что животные видишь ли вымирают от деятельности человека какой кошмар однако при этом сами же сша не стесняются устраивать нападки на этих самых животных пыша окончательно затравили панду по имени я я которая вернулась на родину в китай на прошлой неделе после 20-летней доблестной службы в зоопарке встречали ее на родной земле как национальную героиню и после этого события злобный американский ресурс cnn и зашел ядом по поводу того как млекопитающие служит средством по накачке китайского национализма договорились до того что она раздувает антиамериканские чувства так вот и видишь как лапами машет раздувает понятно что китайская сторона молчать не стала и с удовольствием в лице профессора сюляня из пекинской школы международных отношений подтвердила что тут вам не просто пушистое животное черно-белого цвета народ считает что она одной из нас и национальное сокровище а демонизация панда дипломатии западными сми отражает по сути их потребность последних лет подавить китай это типичное проявление психологической искаженности мышления сша вообще появилась законодательная инициатива насчет насильственной национализации панд чтобы таковые могли размножаться и на американской земле без обязательной сегодня отправки детеныша в китай и сводился до припадок панда ненавистничество к мысли что это какой-то слишком мирный символ страны стратегического конкурента сша страна это должна ассоциироваться по всему миру с чем-то злобным и кусачим впрочем ничуть не менее интересные по другую сторону атлантики в лондоне например прошла коронация карла третьего и самое интересное в ней было то что она почти никому не было интересно рушится доллар рушится глобальная американская империя каждый пытается либо сохранить свое место в прежнем мире либо рвать кусочек получше в новом наступающем кому тут какое дело до внутренних церемоний в стране которая давно потеряла свой вес и значение президент сша который был в ирландии всего несколько недель назад не нашел времени для того чтобы посетить одно из главных событий в жизни своего ключевого как считается союзника в старом свете даже на фоне того что прежние союзы сша стремительно утрачивают свое значение центр всех интересов смещается базе и нато уже не так важно как прежде британию тем не менее позвали в аукус да и в другие инициативы сша но на коронацию все равно не приехали зато прислали дочку с женой жена была в синим дочка в желтом если байден не приехал на церемонию коронации то это не значит что он не сумел ее использовал для своей выгоды это многое говорит об отношении к данному действу и к британии в целом вместо байдена на церемонии были какие-то гики и фрики или как выражаются сми почетные гости цитируем на церемонию вестминстерском аббатстве пригласили больше двух тысяч человек том числе монархов из других стран обещали приехать король ашанти а сайтуту второй таиландский монарх маха вачаролон корн известны своими многочисленными наложницами и пуделями ценитель страны головных уборов тупоу 6 станги и шведский король коралл 16 густав несколько лет назад угодивший в скандал из-за непристойных вечеринок также принц гарри все же приехал хотя и ненадолго сегодня день рождения его сына поэтому сразу после коронации он вернется в калифорнию при этом ему не разрешили надеть военную форму и отстранили от формального участия в церемонии тоже учишь дала еще одного опального принца брата короля эндрю попавшего в немилость из-за обвинений одним словом поздравляем британскую монархию они израсходовали действительно совершенно небывалую сумму причем даже по нынешним временам которые вызывают серьезные претензии два с половиной миллиардов фунтов стерлингов ради того чтобы привлечь мировое внимание к британии и и оригинальной монархии и во первых внимание не привлекли потому что на фоне всего что творится в мире коронация карла третьего вот такой себе сюжет во вторых то единственное что они смогли миру показать это честно говоря британская провинциальность где-то решается судьбы мира кроется будущее а где-то коронует забавного монарха у всех свои развлечения а вот в россии появилась новость которая не особо радует почта россии предложила взымать российских маркетплейсов инфраструктурный платеж в размере полпроцента от квартального оборота для поддержки и убыточной сети почтовых отделений по словам гендиректор почты россии михаил волков изложил эту идею в письме главе мин цифры максуту шадаеву ранее феврале шадаев поручил волкова предоставить новую стратегию развития почты россии и предложение по оптимизации затрат включая поиск дополнительных источников доходов и контроль над расходами уплачивать инфраструктурный платеж в пользу почты россии волков предложил обязать участников российского рынка электронной коммерции ежегодная выручка которых составляет 1 миллиард рублей выше при этом за почты россии предлагается закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров который будет обеспечивать их равную доступность на всей территории россии волков отметил что более 38 тысяч отделений почты россии работают по всей стране включая удаленные и трудонаступные поселения при этом сеть компании экономически убыточна из-за высокой стоимости инфраструктуры и неконкурентных условий сократить число отделений почты россии согласно законодательству не может а их содержание обходится компании в 29 миллиардов рублей шадоев ранее говорил что российских операторов доставки могут обязать делать отчисления на компенсацию работы почты россии в отдельных поселениях в пример он привел существующий в телеком отрасли фонд универсальной услуги связи куда все операторы переводят по 1,2 процента выручки за счет этих средств ростелеком реализует программу устранения цифрового неравенства а нам дорогие друзья надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас чтобы приготовить завтра еще свежего фарша